Красный квадрат представляет Какая разница между знаменитой актрисой и легендарной? Ну, знаменитая актриса может быть всем чем угодно. А вот актриса, которая знаменита только талантом, о ней слагают легенды. И где ты видел легендарных актрис? Сейчас ее увидишь, Андрей. Добрый вечер на первом канале программы «На ночь глядя». Меня зовут Борис Берман. А я Ильдар Жандарев. В эту студию приходят люди, которые нам с вами интересны. Этим людям всегда есть что сказать. Не хотелось бы никого обижать, главное нам. Есть что у них спросить «На ночь глядя». С актрисой, которая пришла сегодня к нам в студию поговорить «На ночь глядя», «У меня роман». Правда, этот роман не только у меня, даже у Жандарева и у миллионов других зрителей. Чем вызвана наша любовь? Посмотрите на экран. Ничего. Счастьем своим я обязана не себе, а только случаю. И я благодарю судьбу за то, что мы вместе. А вот у тебя было когда-нибудь так, чтобы ты влюблялся так, чтобы, ну, чтобы все? А это никакой не сон. Отпырчу меня. Слышишь? Зачем так тратишься? А я хочу, чтобы ты модный был у меня. Я целыми ночами только и твердила, ну, миленький мой, ну, родной, ну, услышь меня, ну, вспомни обо мне хоть на минутку. Я так люблю тебя, мой хороший. Танго. Танго. Страстный танец. Марина Ниелова пришла сегодня поговорить на ночь глядя. Здравствуйте, Марина. Спасибо, что вы к нам пришли. Вот этот ролик мы делали с большим трудом, потому что хотелось в него вместить все. И уже это все. Нет, это не все, к сожалению. Но здесь есть две мои любимые работы ваши. Это фантазии Фарятиева и монолог Илья Вербаха. А Вербах говорил о вас, что у вас есть такой... Ну, говорил, какая вы хорошая артистка, все понятно, снимал вас в двух картинках, но сказал, что у нее редкое самоедство. А это было только тогда? Или вы справились с этим? Нет, я даже и не собиралась с этим справляться. Хотя я думаю, что это мне мешает, и не только мне, но и моим партнерам. Но, тем не менее, это такое качество, которое, наверное, дано мне просто вложено генетически, и оно будет преследовать меня всю жизнь. А не хотелось бы никого обижать? Это самоедство результат неуверенности в себе или перфекционизма, стремлению к совершенству? Я думаю, что это перфекционизм, который я довожу до абсурда. А ну в какой-то момент вы себе говорите «стоп». Нет, я могу себе говорить «стоп», но она мне говорит «нет-нет-нет, не останавливайся на этом». Ну хорошо, но трудно же, наверное, действительно партнерам с вами. Ну трудно, но что делать? А бывали конфликты на этой почве? Очень много. У меня с Константином Райкиным были периодические конфликты, которые доходили до драки. И, к сожалению, сейчас у меня уже нет такого партнера, с которым бы я могла так сладострастно подраться, как с ним. Но, тем не менее, это было. В нашей жизни, я думаю, что это были, может быть, самые счастливые такие партнерские отношения, когда вы существуете на одной волне, когда просто я с этим своим идиотским перфекционизмом довожу это до какой-то той степени, когда это уже становится невыносимо, а когда он держит это все в себе, хотя сам мучителен в свой адрес, я имею в виду, Костя Райкина. И поэтому, когда мы с ним играли в Капустнике, в Театре Современник, когда я только что пришла в этот театр, я хотела все время репетировать, оттачивая каждое движение, каждый взгляд, жест и так далее. Он же был измучен моими этими приставаниями, то, в конце концов, кончился действительно физической дракой. Мы с ним подрались. Но, тем не менее, может быть, это для чего-то было нужно в тот момент. А кто победил-то в этой драке? Ну, победила дружба, и в театре. Вы знаете, вы для меня, конечно, несмотря на то, что 40 ролей в кино, вы для меня человек театральный. Не скажу, что я видел все работы ваши в Современнике за те 37 лет, что вы там работаете, но большинство работ я видел. И только готовясь к передаче, вы уж простите, я узнал, что по окончании Лгитмика, это Ленинградский институт театра музыки и кинематографии, правильно? Вы не пошли в театр, вы проработали несколько лет в штате пенфильма. Почему вдруг вы не пошли в театр? Я думаю, что максимализм юности или моего тогдашнего состояния не позволил мне... Я никуда не показывалась, а меня никуда не пригласили. Но они же не могли знать, что сидит ни елова, ни показывается. Ну, они же приходили на наши экзамены. А, и даже были подзаметить. Учебные, да, конечно, а как же. Тем более, что у меня было такое яркое выступление на госэкзамене, когда я свалилась со сцены в зал, и это не заметить было невозможно. Понимаете, на нервной почве я играла в Эдевиль, и там нужно было петь, поскольку я всегда считала совершенно справедливо, что я не поющая артистка, а там нужно было петь, то я страшно волновалась. Значит, во всех этих кринолинах с париком на голове я от волнения, от зажима, потому что все зажимаются по-разному. Кто-то стекленеет, кто-то деревнеет, а кто-то, наоборот, так сказать, начинает летать. Вот я летала по сцене в такой степени, что в результате я свалилась в зал и свалилась прямо между сцены и первым рядом. Но поскольку уже зрители привыкли к тому, что это может быть какое-то новое решение, такое современное, режиссерское, то, наверное, это не восприняли как невосредственное падение мое. Но, тем не менее, я валялась, упала очень некрасиво. Как только вообще не должна не только артистка, вообще женщина не должна так падать. Я упала некрасиво, эта самая юбка мне свалилась на голову. Я лежу там, между этим первым рядом, и думаю, ну что может быть хуже для будущей артистки на госэкзамене свалиться со сцены в зал? И думаю, да хуже ничего не может быть. И мне как-то стало легко, прекрасно. Я обратно вскарабкнулась на эту сцену и думаю, что... И решили не показываться в итоге никуда. И решила никуда не показываться, да. Меня распределили в Волгоградский ТЮЗ. Вы туда не поехали. Я туда не поехала. И остались в Ленинграде. Я осталась в Ленинграде. И Надежда Николаевна Кашеверову, которой я снималась в своей первой картине, учащаясь на втором курсе института, она сделала таким образом, что она меня, значит, пригласила на Ленфильм. Причем мне нужно было как единицу переводить из Министерства театрального, переводить в кинематографическую. Ну, хорошо, вышла старая-старая сказка. Потом появился там, ну, я не помню так подряд, но там, скажем, монолог. Ну и что? Ни Владимиров из Ленсовета, ни Георгий Александрович Товстаногов, они... Никто этого таланта не заметил. Они не засывали самоков. Вы можете себе представить такой ужас. Нет, я только когда уже уезжала, через три года, по-моему, три года я проработала на Ленфильме в этой студии, и когда я уже уезжала из Ленинграда в Москву, то меня пригласили в БДТ, который был моим любимейшим театром, о котором я, естественно, только мечтала, потому что с юности я посмотрела все спектакли этого театра и совершенно заворожённо я сидела в зале и даже не представляла себе, что когда-нибудь я выйду на эту сцену, когда мы приехали на гастроли, в своё время выступали в театре БДТ, и я вышла на эту сцену, и так её потрогала и подумала. Это всё-таки случилось в моей жизни. Большинство ваших ролей в театре связаны с именем Галины Борисовны Волчек, но вы работали с другими режиссёрами, и с Валерием Фокином, и с Римасом Туминусом, и с Камой Гинкасом, и с Серебряником. Ну, не буду сейчас всех перечислить. Вопрос такой. А кому из них было труднее всего с вами? Я думаю, что им всем было, наверное, непросто, и Волчек всегда говорила, если бы ты меньше спорила со мной, то ты бы играла гораздо лучше. Но я никогда не спорила просто так, как мне кажется, потому что когда у меня возникали сомнения, мне хотелось, чтобы либо меня утвердили в том, что я права, либо чтобы меня переубедили. Поэтому я спорила, скорее, провокационно. И, наверное, я представляла определённую сложность для режиссёра, который... Хотя Галина Борисовна научила нас, в конце концов, не спорить словами, а спорить непосредственно показывая. То есть не теоретические выкладки давать, что я имела в виду, когда я... А чтобы ты выйди и сыграй. И в результате, в общем, это пришло уже в конце концов. Я стала спорить гораздо меньше. Как вы реагируете на Лесть? Как на щекотку. А каков ваш способ, в принципе, определить искренний комплимент от Лести? Вы знаете, я... Я свои фильмы почти никогда не смотрю. То есть я смотрю их там на озвучании, но это совершенно другой фильм. Это какой-то некий мой фильм, моя фантазия на эту тему. Если я потом смотрю, это всегда вызывает во мне, как правило, вызывает во мне разочарование и раздражение, и такое даже, я бы сказала, болезненное. И я счастлива, что я не могу увидеть себя со сцены, что я не вижу своих спектаклей, потому что если бы я увидела, может быть, я бы тоже. А так у меня есть некие фантазии на свою собственную тему, и я думаю, а может быть, это и неплохо, а может быть, это даже хорошо. А если бы я увидела, я думаю, что я все равно бы, конечно, нашла что-то, что бы меня раздражило, и с чем бы я была не согласна. Вы знаете, я, конечно, не психоаналитик, но у меня ощущение... Но это болезнь, да? Да, вы знаете, это называется... Болезнь, я не знаю, как называется, но это явные комплексы, которые испытывает народная артистка Ниёва. Ну, она это испытывала и донародные. А от каких-то комплексов вы избавились, наверное? Я думаю, что вообще выбор этой профессии это какой-то, в какой-то степени, какой-то побег от себя, какое-то желание не быть такой, какой я являюсь. И в этом смысле эта профессия счастливая, потому что ты можешь быть совершенно кем-то другим и не стесняться того, чего ты стесняешься в себе. И это так же, как... Знаете, был такой знаменитый артист в Амхате в своё время, певцов, который заикался. И его спросили как-то, вы так заикаетесь в жизни, а как же вы не заикаетесь на сцене? И он говорит, ну, это же я заикаюсь, а он-то не заикается, тот, кого играет. То есть это вот сродни этому ощущению, понимаете, это я стесняюсь, или это у меня комплекса, но у неё-то нету, поэтому я могу себе там позволить прожить то, что я, может быть, никогда не проживу в своей жизни. Испытать те ощущения, которые я, наверное, не испытаю по тем или иным причинам. Вы однажды рассказали, что иногда после спектакля Шинели вы просыпаетесь с ощущением, что у вас лицо не ваше, а лицо вашего героя, Акакия Акакича. Ну, за это лицо этого героя, наверное, до спектакля у меня. А скажите, что вам труднее, войти в образ или выйти из него? Вы знаете, такие бывают... У меня была одна такая ситуация, в которой я вдруг поняла, как это забавно, увидев со стороны, как это забавно, когда руль тебя покидает, но не до конца. Я помню, как я пришла в гримерную, прибежала после спектакля «Спешите дело добро» и куда-то, видимо, очень спешила, и я сняла это платье, этой девочке, в горошек, такое голубое платье, у меня было в горошек, и уже надела джинсы. И вот эта половинчатость, когда я уже... Или я не успела, не помню. Короче говоря, вот это ощущение странное, когда ещё в твоих руках, в твоей пластике, ещё остаётся что-то оттуда, но уже джинсы, которые не соответствуют этому, и вот это раздвоенное единство, вот это и есть, в этом есть какой-то, так сказать, смысл и острота вообще этой профессии. Вот она с тебя сходит, она от тебя уходит, потом ты надеваешь. Я помню, как однажды моя гример на одном спектакле гримировала, и по ходу накладывания грима что-то меняется в твоих глазах, у тебя другие брови появляются, у тебя другие глаза, здесь тебе нужно распахнутые такие, а здесь... и так далее. И меняется это лицо, и вместе с ним меняется что-то в тебе. Это происходит такой взаимообразный процесс такого взаимопроникновения. И я помню, как она, завершая, значит, этот грим, надела на меня парик и сказала, ну вот и здравствуйте, Анфиса Павловна. И как-то это было так, вдруг мне так точно она это сформулировала, вот этот последний ее жест, который завершил для меня вот это некое другое какое-то существо, какого-то человека, которым я до этого не являлась. Ну, у меня сейчас будет тоже точная формулировка. Реклама на Первом канале. После рекламной паузы мы вновь в студии программы «На ночь глядя» вместе с актрисой Мариной Нееловой. И продолжаем беседу, в которой вспоминаем ее прошлые работы и хотим поговорить о новых. Вот новая работа, объясняю нашим зрителям, вскоре стартует на Первом канале. Это многосерийный детектив, предлагаемые обстоятельства, называется он. Режиссер Александр Хван, сценарий Елены Райской, по-моему, правильно? Да-да. В главной роли Марина Неелова. Я просто объясню, чтобы люди понимали, что предстоит. Марина Неелова играет актрису, Стрельникова ее фамилия, которая, ну, расследует преступление, какое я не скажу. Давайте посмотрим на экран. Если, понимаете, мне нужна была только эта свидетельность, то зачем мне нужно было накачивать ядом эту бутылку с шампанским? Ведь возникает много вопросов, выпьет она или не выпьет, достаточно ли она выпьет, вообще откроют ли они эту бутылку или, мол, даже у нас заберут ее с собой. А потом я же видела, что она за рулем. Когда это вы видели? Ну, как когда? Когда она выезжала из ЗАГСа, ну, если я там была, конечно. Да нет, я ее видела в подземном гараже. А иначе, откуда бы я знала номер ее машины и марку? Черт возьми. Ну, не расстраивайтесь. Я же была в шкуре. Это убийцы. Если вы были в шкуре, скажите, кому она принадлежит? Кто убийца? А я была внутри. А мне снаружи видеть не доно. Скажите, Марина, как вы себя ощущали в предлагаемых обстоятельствах? Потому что ведь вы впервые в главной роли в детективе. Потому что были детективы, какую-то Райчку выиграли в следствие ведутся на такие, до революции, что называется. И в Зазелье, естественно. А вот здесь эта героиня расследует приступ. Я очень люблю этот жанр. Любите? Очень. Поэтому Нира Вульф, Арчи Гудвин, Терри Мейсон, это мои друзья. И я всегда хотела... Ну, знаете, как это... В порядке такой шутки, я бы сказала. Я бы хотела всегда сыграть что-нибудь такое в детективе, именно потому что, как мне кажется, и, может быть, это странно или глупо прозвучит, но наша профессия в какой-то степени пересекается с этим. Потому что мы тоже занимаемся психологией и человеческой душой и пытаемся объяснить или определить мотивировки, завязать их, соединить. И таким образом складываем некий психологический пазл. И когда последняя вот эта картоночка туда входит, все встает на свои места. Так что, таким образом, это очень близкие, как мне кажется, профессии. и когда мне предложили сняться в этом сериале, где героиня, актриса, которая занимается именно этим, и именно таким способом приходит к выяснению каких-то обстоятельств, мне показалось, что это может быть вполне любопытно и интересно. Поэтому я с удовольствием на это согласилась. Я бы очень хотела сыграть какой-нибудь такой мисс Марпл, но поскольку мне предложили еще мисс Марпл в виде актрисы, то, естественно, что я на это согласилась с удовольствием. Ваша героиня, расследуя преступления, пользуется своими профессиональными навыками, актерским методом помещения себя в предлагаемые обстоятельства. А скажите, вы в своей жизни когда-нибудь пользовались своими профессиональными навыками в обычной бытовой жизни? Я думаю, что эта профессия настолько вообще входит в твою жизнь, что ты уже, ты занимаешься ей круглосуточно, мне кажется. Ты ведь наблюдаешь за окружающими и чей-то жест или чей-то взгляд или чья-то оценка неожиданная для тебя, она в тебя входит как что-то, что когда-то тебе пригодится. Так же ты наблюдаешь за собой, и это происходит на каком-то некоем подсознательном уровне, потому что иногда происходит какая-то в твоей жизни ситуация, и это не значит, что ты все время рационально наблюдаешь за этим. Это просто происходит автоматически. И когда эта ситуация проходит, ты думаешь, как странно, я бы никогда так не сыграла, наверное. Вот такую реакцию я бы не придумала, грубо говоря. Но эта реакция остается в моей памяти, и когда-нибудь она обязательно мне пригодится. То есть актрисы, которые сидели здесь на вашем месте, в тех или иных выражениях убеждали нас в том, что чтобы сыграть, скажем, любовь на сцене, нужно непременно сильно пострадать в жизни. То есть вот прийти с чемоданом страданий, и тогда страдание на сцене, оно будет убедительным. Это так же, как совершенно необходимо для того, чтобы вылечить человека, нужно врачу переболеть этой болезнью. Мне кажется, во-первых, наша фантазия гораздо богаче, во-вторых, вообще, это мир, мир театра или кино, он фантазийный. И это зависит от степени твоего эмоционального какого-то уровня, интеллектуального, если таково имеется, ну и фантазии, которые у тебя есть или у тебя ее нету. Степени ее, вернее. И ты можешь себя вот в эти предлагаемые обстоятельства погрузить, и делаешь это с удовольствием, и проживаешь это вновь. Так что это совершенно... На мой взгляд, это совсем не... А вот не хотелось бы никого обижать, тем не менее, что нужно для того, чтобы убедительно сыграть любовь на экране? Надо знать вообще, что это такое. То есть все-таки нужно в чемоданчике собственно иметь это. Я думаю, что каждый нормальный человек знает, что это такое, если он хоть раз через это прошел, а каждый... Это же, как вам сказать, это может быть любовь к чему угодно. Это не обязательно любовь, как в чистом виде, та любовь, которую ты будешь играть там в театре или на сцене. Но это понятие, это ощущение, это страсть, знание, что это такое. Это как вам сказать, это то, что вложено в каждого человека. Это просто нужно уметь это разбудить, и все. Я уверена, что это есть в каждом. Скажите, что у вас не актерского? Я очень стеснительна. А что у вас актерского, и вас это раздражает? Да что вы имеете в виду? Ну, перечислите. Что такое актерское... Ну, например, зависимость от зрительного зала. Вот вы зависите от зрителей. Желание нравится зрителям. Нет, вот понятие нравится, это неправильное понятие для этой профессии. Что такое нравится? Ну, это для вас неправильно. Это когда ты по языку ходишь в платье, не знаю, от какой-то новой модели. Но нет, это совсем не то. Это ты должен... Ведь проходит какой-то длительный период репетиции, когда вы работаете с режиссером над этим спектаклем, вы имеете в виду некую тему, которую вы хотите вынести, и бывает, что зритель не готов к этому спектаклю, ты должен его победить, этого зрителя. Победить не в том смысле, что я тебе покажу, а победить его, чтобы он испытал вместе с тобой, и чтобы он существовал на одной с тобой волне, чтобы вот эта вольтова дуга, которая должна быть между нами, чтобы она случилась. Вот не хотелось бы никого обижать, вам случалось быть непонятой зрителем? Да, конечно, очень часто. Очень часто? Да, я думаю, что да. В театре? Я думаю, что да, да. Ну, поскольку я видел спектакли, и жандарев даже ходит в театр, ну, в каком спектакле вам не удалось победить? Ну, я не могу сказать, в каком спектакле, это может быть в одном и том же спектакле, понимаете? Это бывает так. Они победили, а завтра вы победили. Ну, конечно, конечно, все равно в результате ты обязан победить. А что для вас признак неудачи такой творческой? Ну, во-первых, я сама ощущаю больше, чем кто бы то ни было. Профекционизм даже если... Больше, чем кто бы то ни было. Я знаю, что это не произошло, что это не случилось, что это у меня не получилось, что я этим недовольна. Но прелесть театра состоит в том, что ты имеешь право и имеешь возможность на протяжении жизни этого спектакля его каким-то образом не видоизменять, конечно, потому что он должен все равно быть в рамках заданной режиссером. Но ты отвечаешь за эти три часа, на которые ты вышел на сцену. Поэтому, если у тебя сегодня, не дай бог, не получилось, то есть надежда, что это произойдет завтра. Могу себе представить состояние людей, которые живут в одной квартире с Мариной, когда она приходит со спектакля, и она знает, что сегодня этого не случилось. То есть вы, наверное, вот все, что в вас есть, с этой аурой вы входите в дом, они думают, она черного цвета, к ней лучше не подходить. Я не знаю, что они думают, потому что я как раз в этот момент у них и не спрашиваю, что вы думаете по поводу моего черного цвета. Но, наверное, конечно, шлейф спектакля естественно за тобой еще тянется какое-то время, и ты еще проигрываешь, проигрываешь его еще дальше. Он закончился, но он для тебя еще не закончился. От чьего мнения вы зависите? Ну, во-первых, у меня есть друзья, которые, которым я, мнению которых я доверяю, которые мне интересны, и которые, к сожалению, мне всегда скажут правду. То есть они способны сказать правду? Абсолютно. Правду и только правду. Поэтому я всегда знаю, что если мой друг Юрий Рост говорит, Маняша, в первом тайме я не заснул, значит, это было прекрасно. Если он не заснул, это прекрасно. Так что я полагаюсь полностью на своих друзей и рассчитываю на то, что в этом зрительном зале будут люди, которые прочтут это так, как я бы хотела, чтобы они прочли, как я написала. А среди ваших друзей много коллег, много артистов? Нет. То есть я уважительно и с, сказать, с любовью отношусь вообще к своим партнёрам и к артистам. Я знаю, что это за профессия. И поэтому если я прихожу на спектакль, предположим, который мне не понравился, то это для меня мучительно, потому что соврать я не могу, потому что я слишком уважаю эту профессию, сказать правду я не могу, если мне не понравилось, потому что я знаю, как это больно. И что я знаю, что ни один артист никогда не ставит своей задачей сыграть плохо. Поэтому по той или иной причине это, предположим, не произошло. И я не могу сказать, что это плохо. И какой же ваш способ выйти из этой ситуации? Ходить на спектакль так, чтобы не знали, что я... А вот вы могли бы вспомнить спектакль какой-то, посмотрев который, вы позавидовали. Ой, я такая завистливая. И если я вижу, неважно, мужская роль, женская роль, но если я вижу какой-то замечательный спектакль или замечательную актерскую работу, я так прекрасно завидую, если можно вообще соединить эти два слова. И думаю, как это замечательно, что вот ему или ей предоставилась эта возможность это испытать. И так это прекрасно сыграть. Причем меня и так это волнует позитивно и вызывает такой замечательную какую-то во мне волну. Мне хочется сразу... Ой, как жалко, что сейчас у меня нет спектакля. Как бы я, наверное... Вы такое испытали? Ну, я, например, очень люблю ходить к Косте Райкину. Я никогда ему не говорю, что я приду на спектакль, так же, как и он мне никогда не говорит, что он придет на спектакль, потому что больше всего я не люблю знать, что кто-то из моих друзей или близких на спектакле, потому что я начинаю раздваиваться, я начинаю садиться туда в то кресло, и я начинаю себя раздражать, и таким образом это всегда у меня неудачный спектакль, если я знаю, что кто-то из моих близких или друзей сидит на спектакле. И у Кости Райкина то же самое, он вообще меня в свое время назвал гением по обрезанию крыльев, потому что... По обрезанию крыльев? По обрезанию крыльев, потому что, ну, мы с ним абсолютно откровенны. Я знаю, что если он мне говорит, что это хорошо, я знаю, что он мне говорит не потому, что он хочет мне просто сказать приятное. Если это плохо, я знаю, что он мне тоже это скажет. Ну, я сейчас скажу вещь, которая, думаю, к вам не имеет никакого отношения, реклама на Первом канале. Рекламная пауза закончилась, и продолжается наша беседа на ночь глядя с Мариной Ниеловой. Марина, Марина, если вы помните, ролик, который мы показывали в начале передачи, он завершался фрагментом из фильма Сергея Газарова «Ревизор». Картину редко показывают, что очень жаль, поскольку там интереснейшие актерские работы. Ваша работа, Олега Янковского, Ани Михалковой, Никита Сергеевича Михалкова там играет вашего мужа, Городничего. А еще вы снимались у Никиты Сергеевича как у режиссера в «Сибирском цирюльнике». Существует легенда, что Михалков так работает с артистами, как никто другой. Это совершенно справедливо. То есть вы, даже имея в анамнезе Авербаха, Абдрашитова и так далее, и так далее, вы считаете, что он работает так, как никто другой? Он работает действительно замечательно. И я должна сказать, что вот за те четыре дня, всего четыре дня, за которые мы сняли эту мою небольшую крошечную роль, я получила такое наслаждение, которое иногда не получало, снимаясь из кадра в кадр в какой-то картине. Понимаете, он создает ощущение, он создает такую атмосферу на площадке и, впрочем, на репетиции, что у тебя создается такое ложное, наверное, ощущение, что это ты все придумал сам. Но он умеет так тебя, видимо, подтолкнуть в том направлении, которое он хочет, причем без такого нравоучительного тона, такого, знаете, уже метра заслуженного. И потом он сам столь заразителен, и актерски заразителен, и он так радуется, что большая редкость, надо сказать, среди режиссеров. если вы специалист по обрезанию крыльев, то он специалист по наращиванию крыльев. По наращиванию, абсолютно, да. Но у этого специалиста по наращиванию крыльев, я читал, была, то есть она, видимо, и есть, режиссерская экспликация чеховской чайки, где вы должны были бы играть в этом спектакле. 10 лет уже это, по-моему, мне все обещает. А почему это не случилось? Фантазии Фарятия называется. Ну, а почему это не происходит? Ну, почему это? Я ему сегодня позвоню в очередной раз и спрошу, почему это не происходит. Ну, вы тоже так с улыбкой об этом говорите. Он так позвонил, когда он начал сибирскую церковь, он сказал, ты знаешь, Марина, тут у меня есть небольшая роль для тебя, крошечная совершенно, но это чистый бриллиант, если ты согласилась бы. Я, значит, в надежде все-таки, что это не до такой степени крошечная, не представила, что до такой степени крошечная. Я схватила за этот сценарий. Стали искать. Да, я тогда в Париже была и стала, значит, листаю, не могу найти вообще ее. Где-то в конце уже на задворках сценария я вдруг обнаруживаю три крошечные сцены. Причем в результате меня еще, потом мы выпускали спектакль в театре, поэтому меня не отпустили и пришлось урезать еще ее, еще одну сцену выкинуть оттуда. Я думаю, он сошел с ума просто. Это натуральная масса. ловко. Но, тем не менее, на зло ему, наверное, или думая, что он сейчас скажет, ну, Никита, знаешь что, не до такой степени моя любовь к тебе сильна. Но, тем не менее, я сказала, ты знаешь, я должна тебя огорчить, но я согласна. Он сказал, ну, прилетай, значит. Сегодня я прилетела к нему утром, там нужно было сфотографироваться, и вечером этого же дня я улетела. То есть уже, так сказать, вошла в какой-то такой ритм, в котором, в который он закручивает вот все, чем он занимается. И я приехала на съемки, и там в главной роли Олег Меньшиков, я его обожаю. И я была совершенно счастлива, конечно, меня смущало, что я играю его мать. Но, тем не менее, мне радостно была эта встреча, потому что замечательные артисты, и вообще я, я знаю, что партнерство, это, пожалуй, главное, что есть вообще. А вот не хотелось возглавливать. С каким еще режиссером вы готовы работать, несмотря на размер роли? Ну, не надо сейчас так, вот, несмотря на размер роли. Вот они так прочитываю, услышат это, не дай бог, и подумают, давайте-ка мы ее и будем, несмотря на размер роли. Наверное, таких режиссеров немного. И Лени, к примеру, если он был жив. А в чатре? Это все зависит от пьесы, от той самой, того самого маленького бриллианта, который, даже если он совсем маленький, но если он так сверкает, что это мне будет любопытно, если я этого никогда не делала, потому что в данном случае, что касается Никиты Михалкова, я, конечно, пошла туда, потому что мне было интересно посмотреть, как же он работает, потому что все эти легенды я тоже слышала. И действительно, я получила от этого, я говорю, истинное наслаждение, причем он так радуется, в отличие от многих режиссеров, которые иногда бывают оскорблены или обижены тем, что это придумали не они, а придумал артист. И Никита выгодно отличается, потому что он счастлив, когда артист что-то придумал. Но Аркадина, тем не менее, не случилось. Ну, пока нет. Я вот жду, конечно, я говорю, ты, может быть, дождешься, когда я достигну того возраста, когда я только пиковую даму уже смогу сыграть в кресле. Но он обещал мне, что время у меня есть, хотя не верю. тоже много чего не случилось. В одном из интервью, в том самом киевском, про который мы с вами говорили до начала передачи, вы это назвали вообще все кладбище несыгранных ролей. Там и Оскар Уальт, там и Дама с собачкой, там и Месяц в деревне. Но когда роли оказываются на кладбище, ведь кто-то их убивает, они же не сами туда. Кто виноват? Ну, никто не виноват. Никто не виноват. Я думаю, что к этому надо относиться, но если не, так сказать, не научиться относиться к этому философски, то просто можно потратить свою жизнь на эти скорби, на печали и на эти похороны. Но некоторые люди не скорбят, а они просто идут играть в интерпризу от, скажем так, от невостребованности или недовостребованности. Я не могу сказать, что я категорически против интерпризы, и если бы случилось так, что меня бы заинтересовала очень какая-то пьеса и какая-то роль, и которая была бы не просто антреприза, там, один коврик, два стульчика и два артиста, что это просто по городам и весам, а что это было бы действительно художественно, меня бы это интересовало. Я не думаю, что я бы отказалась от этого, потому что ни один артист не отказывается. Все так жадны до ролей, и все хотят всегда играть. Я не слышала ни одного, ни от одного артиста, чтобы он сказал, слушай, мне так надоело играть. Этого не бывает. Марин, мы скоро выйдем из эфира, у нас такой блиц сейчас, чтобы, поскольку очень много чего хочется вас спросить, но, может быть, мы когда-нибудь еще встретимся. Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, больше заслуживает снисхождения? Ложь на сцене или ложь в жизни? Ну, на сцене, конечно. За что вы любите театр? За страсти, которые там, за чувства, которые я там испытываю. А есть что-то, за что вы театр не любите? Нет. Вы много отдали искусству, а что оно вам не додало? Про это я никогда не думаю, потому что я надеюсь, что это еще не конец моей жизни. Существует ли правило, которому вы никогда не изменяете в своей жизни? Ну, я думаю, что это все лежит все-таки на территории театра. Ну, каково это правило? Ну, не... Не... Постараться быть абсолютно честной в том, чем ты занимаешься. Каков ваш театральный ритуал? Вот перед выходом на сцену что вы делаете непременно? У меня нет такого ритуала. То есть вы не обязательно пройти через левую кулису, через правую кулису? А, нет, у меня есть такие какие-то закидоны, да. Ну, они такие мелочи, что не стоит об этом говорить. Ну, я, например, всегда обувь надеваю с правой ноги. Это же я даже не знал, с какой обуви. Интересно. Ну, вообще у артистов очень много таких, знаете, всяких примет, которые тебе кажутся очень важны. Если мне дадут в качестве реквизита не ту книгу, с которой я обычно играю, то мне это очень помешает, я знаю, потому что даже предмет вызывает в тебе ощущения, которые тебе необходимы. Ты знаешь, что вот эта страница должна быть вот так вот порвана, вот что вот и так далее. А вообще, что может заставить вас потерять душевное равновесие? Ну, конечно, какие-то, скорее всего, мои профессиональные неудачи, я думаю. Я их тяжело переживаю достаточно. А что помогает вернуть это душевное равновесие? Удачи. Жизнь – это бесконечная и не всегда удачная попытка получить удовольствие. Вот сегодня что вам доставляет наибольшее удовольствие? Три пункта, не больше. Могу сказать то же самое, что сказал Анатолий Васильевич эфрос «Репетиция любовь моя», конечно. Ну и, пожалуй, такое обломовское лежание на диване с книжкой. Это два, еще у вас есть шансы. Третье – ну, обсуждение проблем дочери. У нас в гостях была Марина Ниелова, которая относится к лесте как к щекотке и очень ценит удачи других людей. Вот за это только одно вам спасибо, а мы будем приходить к вам в театр и радоваться вместе с вами. Спасибо. А наша программа встретится с вами, как всегда, на Первом канале «На ночь глядя». Субтитры сделал DimaTorzok